И позвольте мне открыть уже основную часть нашей конференции и первая лекция Евгения Ильича Именитова «Молекулярные основы механизма действия цитостатиков и лечения ракомолочной железы». Добрый день. Ну, вообще, так сказать, в эпоху таргетной терапии принято противопоставлять цитостатическую терапию, таргетную. Сходит из того, что цитостатическая терапия, она не специфическая и зачастую разрабатывалась эмпирическим путем. Доля правды в этом есть. Все-таки, когда искали цитостатические препараты, то ориентировались на то, что опухолевые клетки делятся чаще, быстрее, чем нормальные. Ну, во-первых, глядя уже сейчас, позиции современной онкологии – это не совсем так. Многие опухоли характеризуются низким индексом деления, но при этом опухолевые клетки живут дольше, не уничтожаются, и поэтому все равно опухоль растет. Ну, и самое главное, что если говорить о реальной мишени, то оказалось, что на уровне молекулярных взаимодействий основное отличие в опухолевой ткани от нормальной не столько в скорости деления, как таковой, столько в так называемом феномене геномной нестабильности. Дело в том, что в опухолевых клетках, как правило, отсутствуют инактивированные некоторые компоненты систем поддержания целостности генома, систем репарации ДНК. И именно поэтому ДНК-повреждающие агенты, практически все цитостатики так или иначе являются в той или иной степени ДНК-повреждающими агентами. Именно поэтому цитостатики избирательно действуют на опухолевые клетки, но при этом нормальные клетки, в том числе и быстроделящиеся, эпители, кишечник, окровитворная система, они тоже, конечно, повреждаются, но они восстанавливаются, а в идеальной ситуации нормальные ткани восстанавливаются, а в опухолевые клетки нет, они более чувствительные. Итак, в чем идея? Цитостатик воздействует на опухолевую клетку, у нее угнетена репарация ДНК, во многом это избирательное поражение, и в результате возникает гибель опухолевых клеток в процессе апоптоза. Ну, у цитостатической терапии действительно есть колоссальные успехи. Ну, самый большой по количеству спасенных жизней, все-таки, если взять адювантную терапию рака молочной железы, которая уже десятки лет является стандартом, то именно в отношении рака молочной железы цитостатическая терапия действительно спасает жизни. Многие пациентки не рецидивировали именно потому, что они получали цитостатическую терапию, и оставшиеся опухолевые клетки были избирательно уничтожены. Есть прекрасные примеры в онкогематологии, где целый ряд заболеваний излечивается цитостатиками, и, конечно же, герминогенные опухоли, опухоли взрослого возраста, где частота полных излечений на четвертой стадии превышает 90%. Если брать препараты, которые так или иначе применяются для лечения рака молочной железы, и рассматривать их механизмы, то здесь интересны исторические аспекты. Вообще-то химиотерапию, историю химиотерапии обычно принято начинать с работы Гудмана и Джиллмана, когда они пытались горчичным газом лечить лимфому. Но это был уже существующий агент боевое отравляющее вещество. А вот первый препарат, который сознательно создан был, исходя из механизмов развития рака, это метатриксат. Основоположник химиотерапии опухолей, Сидней Фарбер, американский ученый, он вначале пытался лечить пациентов с лейкозами фолиевой кислотой, но обнаружил, что подобное вмешательство приводило к обратному эффекту. Если пациентам назначали фолиевую кислоту, то лейкоз становился более агрессивным, и течение заболевания ускорялось. Тогда он предположил, что обратный подход, применение антифолатов, антагонистов фолиевой кислоты, может иметь положительный эффект. Сам синтез вещества выполнял американец индийского происхождения со сложно произносимым именем Йеллопрагада Субарол. Это был химик, который работал в фармацевтической компании, сейчас это White, тогда это были другие, в общем-то, другое название носили эти индустриальные компании. И он попытался создать аналог фолиевой кислоты, который конкурировал с обычной фолиевой кислотой. Это и был способ инактивации. И вот метатриксат, который является аналогом фолиевой кислотой, это первое противораковое средство, которое создано создательно. И это же не эмпирический какой-то скрининг ядов, это всё-таки наблюдение клиническое, есть гипотеза в основе, и создаётся препарат, который оказался достаточно эффективен. Что существенно, что именно на метатриксате было описано первый случай излечения диссеминированного рака. Это сделал американец китайского происхождения Мин Чун Ли, он описал излечение хорионкарциномы при помощи метатриксата. Он тогда работал в Данно-Фарбер-институте, и когда он стал представлять результаты, исходили из того, что это какая-то паранаука, что этого не может быть, потому что не может быть, и ему даже предложили уволиться из института или прекратить эти занятия. Мин Чун Ли выбрал увольнение. Спустя многие годы, в 1972 году, когда он получал премию Ласкера за успехи химиотерапии, он разделил эту премию с директором, который его уволил. Ещё один препарат – циклофосфамид. Он тоже создавался сознательно. Исходили из того, что в опухоли есть фосфаты, фосфамиды, и идея была создать цитостатик, который будет избирательно активироваться в опухоли. Когда циклофосфамид стали использовать, то оказалось, что никакой активации внутри опухоли не происходит. На самом деле циклофосфамид – это не активный препарат, он активируется в организме. Активация циклофосфамида происходит в печени. Но так или иначе циклофосфамид – алкилирующий агент, который алкилирует основание ДНК, присоединяя от метильной группы, также вошёл в арсенал средств. Фторурацил. Синтез фторурацила был осуществлён тоже в рамках фармацевтической компании. Это Хоффман-Лерош. И автор этого открытия – известный химик Шарль Хильдельбергер. Интересно, что именно на основе фторурацила был создан препарат, который действительно более или менее избирательно активируется в опухолях – это ксилода. Потому что идея как раз ксилода заключается в том, что вводится неактивный предшественник, тоже из группы фтор-перимединов, а уже в опухоли, где повышенная экспрессия этими делатфосфорилазы, происходит конверсия неактивного препарата в активный. А вот и первая работа по использованию комбинации. Я показывал циклофосфамид, метатриксат, фторурацил. И вот посмотрите, это первое исследование комбинации для лечения рака молочной железы – CMF. Посмотрите, какой прекрасный процент ответов. 68% ответов, при этом 7 из 25 пациентов продемонстрировали полный клинический ответ. Правда, надо понимать, что все эти наблюдения были сделаны в 1974 году, тогда еще даже критериев рецис не было. И насколько они соответствуют сегодняшним классификациям, ну, в общем-то, наверное, не столь очевидно. Доксорубицин, он вначале был известен под названием адриамицин. На самом-то деле, это второй препарат из группы антрациклинов. Первый препарат использовался, дауномицин, использовался для лечения лейкозов, но его не стремились применять более широко, так как у него была слишком высокая частота осложнений на сердце. А вот адриамицин, который был выделен из плесени, которая росла на руинах башни, расположенной у окраина Дриатического моря. Так вот, именно поэтому данный антибиотик получил название адриамицин, и уже потом он стал доксорубицином. Это препарат, который был создан в рамках компании FarmItalia, и это препарат, который является ингибитором топоизомиразы-2. Ну и, наконец, цисплатин. Цисплатин был создан в 1971 году, тоже абсолютно случайно. Барнет Розенберг, он вообще-то микробиолог, и он изучал различные антибиотики, различные способы угнетения роста бактерий. Когда он осуществлял электрофорез, те, кто работает в лабораториях, знают, что основа электрофореза – это платиновые электроды. У нас плюс и минус металл. Это именно платина, потому что платина – инертный металл, и он под воздействием тока не окисляется. Он обратил внимание, что на электродах не было бактериального роста. Это часто бывает в лаборатории. Оставляется ванная, она покрывается плесенью, потому что, ну, забыли ее вымыть, не стали этого делать. И он обратил внимание, что именно вокруг электродов нет роста бактерий. Уже потом постепенно от антибактериальных свойств платины стали изучать противоопухолевые свойства. И так возник препарат цисплатин. Цисплатин и как таковой, и препараты платины, в общем-то, и раньше применялись для лечения рака молочной железы преимущественно в комбинациях. А сейчас прогресс в изучении наследственных раков свидетельствует о том, что здесь может быть своя ниша. Как осуществляют, возникают 5% рака молочной железы? Это связано с так называемым, теперь это принято называть геном Анжелина Джоли, БРК-1. У носительниц мутации, у женщин, у которых наследственный рак, каждая клетка содержит одну активную и одну неактивную копию гена БРК. Опухоль возникает вследствие того, что оставшаяся копия гена БРК инактивируется. И вследствие мутации возникает терапевтическое окно. Нормальные клетки организма, они сохраняют функцию репарации ДНК, функцию гена БРК-1, а опухолевые клетки ее утрачивают. Ну, в частности, наши польские коллеги, они инициировали испытания цисплотина, исходя из того, что цисплотин показывал уникальные совершенно результаты в экспериментах на клеточных культурах. И именно Любинский, Ян Любинский и его сотрудники показали, что цисплотин обладает, демонстрирует очень высокую частоту ответов у пациенток с БРК, ассоциированных в раках. Так или иначе, эти результаты более или менее воспроизводятся, потому что есть у нас небольшой опыт по подобным пациенткам, есть отдельные пациентки, которые наблюдались в рамках других клинических испытаний, что интересно, что помимо цисплотина, относительно недавно в Сан-Антонио были доложены результаты по применению карбоплотина для лечения БРК-1, ассоциированных раков. Посмотрите, в данном случае достаточно гетерогенная группа пациентов, которая на уровне тезисов не очень подробно описана, но изначально, изначально в подобные исследования принимали пациентки, которые уже проходили терапию антрациклинами. И вот, посмотрите, это данные по БРК-1, ассоциированным опухолям. В данном случае речь идет о том, что карбоплотин для трижды негативного рака, это исследование трижды негативной опухоли с БРК-1, ассоциированными раками, карбоплотин демонстрирует в качестве монотерапии достаточно высокую частоту ответов, по крайней мере выше, чем у доцитоксела, который также является стандартом лечения трижды негативных раков. На этом слайде обобщены представления о механизмах действия антрациклинов, циклофосфанов, антиметаболитов и препаратов платины. Эти все агенты являются ДНК-повреждающими, но нюансы их воздействия на клетку немножко разные, и именно этим определяется гетерогенность чувствительности к различным препаратам опухолей молочной железы. Принципиально новая группа препаратов, которая появилась в 90-х годах, это ингибиторы микротрубочек. Если предшествующие препараты воздействовали непосредственно на ДНК, то если мы говорим о средствах, которые поражают микротрубочки, там немножко другой механизм. Началось все с винкоалкалоидов, которые применялись достаточно давно, но все-таки настоящую революцию в лечении именно рака молочной железы произвели токсаны. В чем механизм действия этих препаратов? Что такое микротрубочки? Ну, вообще, когда мы говорим про клетку, то у нас ассоциация, что это есть оболочка, внутри плавает ядро, но все остальное цитоплазма – это какая-то достаточно жидкая структура. На самом-то деле, если взять исследование клеточных биологов, то это представление об амортности клетки, совершенно не соответствует действительности. Клетка имеет достаточно четкую внутреннюю структуру, и, в частности, самые различные вещества передвигаются по клетке не путем диффузии случайным образом, а упорядоченно они направляются в различные компартменты. И рельсами для подобного внутриклеточного транспорта являются микротрубочки. Это полимеры белка тубулина. Другая картинка, которую, ну, по крайней мере, молодые специалисты хорошо помнят из медицинских вузов, а может быть, даже из школы – это расхождение хромосом в процессе деления. Красивые картинки, которые демонстрируют метоз, когда поровну наследственный аппарат разделяется между дочерними клетками. А как передвигаются эти хромосомы? Опять же, именно микротрубочки растягивают хромосомы на различные полюса клетки. Таким образом, микротрубочки участвуют и в регуляции генома клетки – это расхождение хромосом, и в регуляции других жизненно важных функций клетки. Если нарушается работа микротрубочек, если применять яд, который поражает микротрубочки, то такая клетка, она подвергается апоптозу. Токсаны, ингибиторы микротрубочек, которые стали применяться для лечения рака молочной железы. Это первые препараты, которые не просто продемонстрировали уменьшение опухоли в размере, это первые препараты, которые достоверно продемонстрировали увеличение продолжительности жизни пациенток, которые получали подобную химиотерапию. Это исследование начала 90-х годов. Но, как и для всей химиотерапии, эффект токсанов, к сожалению, относительно кратковременен, и достаточно подробно изучаются механизмы исходной или приобретенной резистентности токсанам. Здесь, по крайней мере, два механизма цитируются достаточно часто. Во-первых, это активация белков множественной лекарственной устойчивости. Опять же, это популярная тема для исследований 80-х-90-х годов. Речь идет о том, что клетки, которые подвергаются воздействию химиотерапии цитостатиков, у них активируются так называемые ионные помпы. Что такое ионная помпа? Это мини-органелла, белок, который расположен на мембране, и который просто выкидывает цитостатики из клетки. Вот и получается. Вы лечите пациента, назначаете химиотерапию в достаточно высоких дозах, а сами опухолевые клетки эти химиопрепараты не удерживают. Второй механизм, правда, показан в основном в лабораторных условиях, это мутации в мишене для токсанов, мутации в генах тубулина, которые продуцируют тубулин, компонент микротрубочек. Ну и, соответственно, идет поиск препаратов, которые обладают примерно таким же механизмом действия, как токсаны, но которые лишены подобных недостатков. Нужны препараты, которые реагируют на разные формы тубулина, в том числе и мутированные. Нужны препараты, которые не могут удаляться помпой, белком множественной лекарственной устойчивости. И, в частности, один из таких препаратов – это ирибулин. Ирибулин был открыт в рамках системного скрининга различных химических веществ и природных субстанций на противоопухолевую активность. Предшественник ирибулина, активный препарат, был выделен из губки морского существа, который называется холихондрия. Соответственно, вначале была идея, что если есть природная субстанция, которая обладает противоопухолевым эффектом, то по аналогии именно с токсанами надо бы, по идее, наладить выделение этой субстанции из исходного вещества, из губки. Даже в свое время пытались организовать так называемые аковофермы, где эти губки в больших промышленных количествах выращивали, и из них выделялась активная субстанция. Эта идея оказалась не очень удачной. С одной стороны, нужно огромное количество килограммов сырья биологического, чтобы выделить крошечную дозу препарата. Это не очень просто. А с другой стороны, оказалось, что не удавалось очиститься холихондрин B, который является природной активной субстанцией. Не удавалось очистить это вещество от близких веществ по составу, которые обладали большой токсичностью. И тогда пошли другим путем. Тогда стали пытаться создать синтетический аналог холихондрина B, который обладает достаточной противопухолевой активностью. Для этого была создана библиотека, то есть набор различных молекул, которые похожи по структуре на природную субстанцию, и была выбрана наилучшая по своим качествам. Это и называется ирибулин. В чем идея? Ирибулин тоже связывается с микротрубочками, но механизм этого взаимодействия с микротрубочками отличается от других аналогичных препаратов, от венблатина, от токсанов и так далее. И самое главное, что есть целый ряд наблюдений, которые сделаны в лаборатории и, похоже, подтверждаются на практике. В частности, если вы пытаетесь вывести токсан в резистентную клеточную линию в условиях лаборатории, берете клетки РМЖ и пассируете в присутствии токсанов, там рано или поздно возникают мутации в генах табулина, и за счет этого эта клеточная линия теряет чувствительность к токсанам. Вот эти клеточные линии демонстрируют чувствительность к ирибулину. Они продолжают оставаться чувствительными к этому препарату. Другой очень важный аспект. Одно из самых серьезных нарушений у пациента, которые принимают токсаны, речь идет о нарушениях, которые очень сложно контролировать. Это полинеэропатия. Связано это с тем, что микротрубочки, они принимают участие в работе нейронов. В частности, они находятся в аксонах, нервных окончаниях нейронов. И именно токсаны обладают непосредственным прямым нейротоксическим эффектом. Они угнетают действия аксонов. У ирибулина немножко другой механизм взаимодействия, и он в меньшей степени воздействует на те микротрубочки, которые принимают участие в работе нервных сетей. И, по крайней мере, и в клинической практике нейропатий поменьше от этого препарата, и в условиях предклинических испытаний установлено, что ирибулин в меньшей степени, чем классические токсаны, угнетает нейропроводимость. Так или иначе, все эти предклинические наблюдения, они в целом соответствуют клинической практике. Вот регистрационные исследования ирибулина брали, в общем, пациенток, у которых уже было очень много различных линий химиотерапии. И так или иначе, здесь достаточно обнадеживающие данные. И частота ответов неожиданно высокая, примерно 12% ответов. И все-таки есть еще существенная прибавка в продолжительности жизни. Это редкий случай, когда те пациентки, которые прошли уже много схем химиотерапии, отвечают на новый препарат, и ирибулин оказался в числе этих эффективных препаратов. Ну и здесь эти слайды наверняка сегодня будут еще неоднократно показываться. Здесь результаты оценки ответа по критериям РЕЦИСТ. И опять же получается, что в данном случае предклинические эксперименты, они подтверждаются практикой. Ну и в заключение, посмотрите, я нашел в интернете слайд, это основоположники современной клинической онкологии, Джоанни Бонадонна и Винцет де Вито, посмотрите, что они делают. Страшно подумать, они курят. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Нович. Возникли вопросы, пожалуйста, можно задавать вопросы в аудитории. Евгений Нович, спасибо большое за, как всегда, блестящий доклад. А вот с Вашей точки зрения, существуют ли какие-то предикты, ответы, ответа на подобную терапию, направленную на подавление активности микротрубочек? По-видимому, да. Опять же, все это вещи достаточно спорные, но по крайней мере, то, на чем настаивают наши польские коллеги, и то, что продемонстрировано, по крайней мере, в целом ряде экспериментов клеточных. Один из механизмов реализации действия токсанов – это ингибирование микротрубочек. А почему клетка гибнет? Клетка гибнет по механизму программированной клеточной гибели, по механизму апоптоза. А вот реализуется апоптоз как раз через тот самый ген БРК-1. Если мы возьмем трижды негативные опухоли, а это, в общем-то, та категория, где токсаны являются безусловным стандартом. Определенный процент трижды негативных опухолей имеют наследственную природу, там, по идее, инактивирован ген БРК-1, хотя не во всех опухолях есть, опять же, разные механизмы. И какое-то количество опухолей потеряли экспрессию гена БРК-1. Ну, по крайней мере, Ян Любинский и его большая группа, они настаивают на том, что вот это как раз и есть стрелка. Если есть трижды негативный рак, надо оценивать статус гена БРК-1, там, где действительно инактивирован ген БРК-1, это примерно каждая пятая опухоль, там лучше начинать все-таки с препаратов платины и воздерживаться от ингибиторов микротрубочек. Наоборот, там, где остается активность гена БРК-1, там лучше начинать с ингибиторов микротрубочек. Это продемонстрировано не всеми исследователями, это спорные данные, в общем-то. Это продемонстрировано только для классических токсанов, для новых ингибиторов микротрубочек. Это ипотелон, это ирибулин, подобных данных нет. И, конечно, все не сводится к единому гену. Пытались оценивать также статус экспрессии мишени, но в частности гена бета-тубулина и для токсанов, в первую очередь, там сложно подобные исследования организовывать, потому что на самом-то деле все пациентки с раком молочной железы, они очень редко получают терапию токсанами сразу. Как правило, это предлеченные пациентки, которые получают не только токсаны, но и другие препараты. И есть определенные работы, которые показывают, что ответ на токсаны зависит от уровня бета-тубулина-1, но опять же они, так же как БРК работы, носят такой единичный характер. То есть пока сложно говорить о том, что это все можно использовать на клинической практике. Спасибо. Еще вопросы? Пока нет, но потом в ходе обсуждения. Спасибо. Спасибо большое.